Здравствуйте! На телеканале Россия стартует новый проект «Свое дело». Наша программа о тех, кто уже сделал первые шаги в малом бизнесе и для тех, кто только мечтает открыть свое дело. Стать предпринимателем, конечно, непросто. Человек, решивший начать свое дело, столкнется с рядом правовых и экономических вопросов, решить которые самостоятельно не всегда под силу. И здесь на помощь придут профессионалы. В республике есть государственные и общественные организации, которые помогают развивать и поддерживать малое предпринимательство. В первом выпуске нашей программы мы расскажем о том, где и у кого получить профессиональную помощь начинающему бизнесмену. И здесь, в первом списке, конечно, стоит республиканский центр поддержки предпринимательства. Центр создан для всесторонней помощи малому и среднему бизнесу. Здесь реализуются государственные программы поддержки предпринимательства. На конкурсной основе разыгрываются гранты и распределяются субсидии. В центр поддержки предпринимательства, это государственное казенное учреждение, может обратиться любой желающий, будучи предпринимателем, либо будучи руководителем какого-то предприятия, осуществляющего деятельность на территории республики, либо тот, кто желает стать предпринимателем, потому что мы можем оказать консультацию и по ведению бизнеса, и по вопросам регистрации, и по выборам системы налогообложения для дальнейшей деятельности. Поэтому наша дверь открыта для всех желающих. В прошлом году в центр за консультацией или различными формами поддержки обратились более пяти тысяч человек. В этом за полгода уже три тысячи. Стать предпринимателем на законодательном уровне, это очень краткосрочный период, то есть в течение пяти рабочих дней налоговые органы могут вас зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя. Но для ведения бизнеса, еще раз повторяюсь, конечно, необходима какая-то внутренняя подготовка, потому что предприниматель рискует всем своим имуществом, постоянно находится в движении, в работе, в действии. Поэтому это определенный склад людей, которые готовы заниматься своим собственным делом и день, и ночь. Весомый вклад в развитие малого предпринимательства сделал Центр занятости населения. Программа «Самозанятость», которая действует с 2009 года, дала шанс предприимчивым безработным стать успешными. Тысячи людей смогли открыть свое дело. В Центре занятости населения считают не количество предпринимателей, о количестве созданных ими рабочих мест. Так, за 4 года действия программы по самозанятости было трудоустроено 5000 человек. Конечно, не всем бизнесменам удалось остаться на плаву. Часть предпринимателей закрылись, но 3000 рабочих мест осталось. Сегодня программу поддерживает не федеральный, а республиканский бюджет. Но ее суть не изменилась. Это по-прежнему субсидия на открытие малого бизнеса. Мы готовим, информируем граждан о том, как встать на учет, какие нужно собрать документы. Ведь прежде чем получить нашу помощь, мы обучаем гражданина, проводят с ними семинары с будущими предпринимателями. Затем они защищают свой бизнес-план, встают на налоговый учет, приносят нам свидетельство о постановке на учет. И только тогда на его счет перечисляются субсидии 58 800. Все, он на себя взял обязательство быть предпринимателем. Мы ему в этом помогаем. Полный список организаций, которые так или иначе оказывают поддержку малому предпринимательству, можно найти на официальном сайте Центра занятости населения. Интернет, кстати, это еще один помощник начинающему бизнесмену. Здесь можно найти самую разную информацию. От бизнес-идеи до готового бизнес-проекта. Например, авторы одного из сайтов предлагают в качестве перспективного дела заняться выращиванием квадратных арбузов. Квадратные арбузы – затея для будущего сельхозсезона. Но подготовительную работу необходимо провести уже сейчас. Например, заказать специальные пластиковые контейнеры, в которых будут формироваться квадратные ягоды. Это, пожалуй, самая затратная часть бизнес-плана. Затем выбрать подходящий участок земли и закупить семян. Кубические ягоды чаще всего покупают в качестве подарка или на праздничный стол. Если верить авторам проекта, квадратные арбузы гораздо дороже обычных круглых, поэтому затраты и труд должны окупиться быстро. Беря во внимание особенности сибирского лета, можно не рисковать с арбузами. Как вариант, предлагается выращивать фигурные овощи. Например, огурцы в форме сердца или звезды. Возможно, будут востребованы в ресторанном бизнесе. И на сегодня это все. Смотрите программу «Свое дело» каждую субботу на телеканале «Россия-1». До встречи!